Можно подумать, что в нашей студии появились модели, и они представляют какую-то линейку современной одежды. Но на самом деле это, ребята, непростые. У нас сегодня в гостях представители молодежного правительства Красноярского края. Роман Пословин, Вероника Шмидт, Денис Федотов и Евгений Гаврилов. Доброе утро! Ребята, доброе утро! Доброе утро! Скажите, ну вот насколько важен для молодого политика внешний вид и то, во что он одет? Ну такой вопрос на самом деле риторический. Я бы здесь отметил следующую вещь, что сейчас, как у нас образ политика, это прежде всего галстуки, это какие-то костюмы. Если мы говорим прежде всего о молодом человеке, который хочет участвовать в молодежной политике Красноярского края, в молодежном правительстве, наверное, чтобы больше общаться с молодыми на одном языке, это все-таки какая-то креативная одежда, это молодежный стиль, в принципе, в котором наши ребята сегодня представлены. Вот эту самую одежду, она считается официальной для вашего правительства? Для молодежного правительства можно назвать это и так. Даже экономический форум, по-моему, начинался с показа МОД, да, в этом году? Да, все верно. В этом году у нас такая была интересная тематика, это креативная бизнес-индустрия. И в этом году мы действительно начинали наше пленарное заседание, молодежные площадки, первого дня Красноярского экономического форума, показа МОД. Но суть его заключалась в том, что мы показывали как раз работы молодых предпринимателей, которые сами производят эту одежду на территории Красноярского края и очень успешно ее здесь, так сказать, представляют и реализуют. Скажите, ну а матерые политики как на это все смотрят? Большое такое событие, экономический форум вдруг показ МОД. Вдруг проводник приходит нам. Ну, они отреагировали на это очень позитивно, и временно исполняющий обязанности губернатор Красноярского края был у нас на пленарном заседании, и он также отметил, что наоборот, это положило такое очень живое, интересное начало Красноярско-экономическому форуму, и пожелал его дальнейшему продолжению, уже когда была официальная часть, там, первый день, когда уже представители, там, органов исполнительной власти Российской Федерации были, также с таким же драйвом, с таким же интересом продолжать экономический форум, как это было у нас, когда это все начиналось, пока МОД. Еще экономика, чтобы так же драйвово у нас вперед, выше и выше. Ну, скоро вот эти новые образы смогут примерить новые ребята. Мы знаем, что стартовал конкурс в новый состав молодежного правительства. Да, все верно. Вот, Вероника, может, покорить. Да, хотелось бы поговорить о конкурсе в шестой состав молодежного правительства дублеров. У нас сейчас идет прием заявок, он продлится до 7 июля. Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап — это анкетирование и тестирование. По результатам первого этапа участники допускаются к второму этапу, а он состоит из собеседования и деловых игр. И следующий этап — это защита кейсовых заданий и дорожной карты для председателя молодежного правительства. Возрастные ограничения есть? Да, возрастные ограничения, безусловно, есть. Это от 14 до 30 лет. Скажите, пожалуйста, ну вот меня интересует такой вопрос. Молодежное правительство дублеров Красноярского края чем занимается? Как ваша работа влияет вообще на жизнедеятельность нашего региона и на жизнь простых людей? Ну, я вот здесь тоже как пример, да, вот мы вот эту одежду, в которой сейчас ребята представлены, показали на Красноярском краеведческом форуме, да, мы уже об этом говорили. И здесь как раз молодежное правительство выступало организатором этой молодежной площадки. И можно с уверенностью сказать, что молодежное правительство дает молодым людям возможность для самореализации, для реализации своих инициатив, для продвижения своих проектов, как это было вот с молодым предпринимателем, который на тысячную аудиторию, включая и чиновников, и молодых людей, и предпринимателей, и общественников, представил свой проект. Поэтому если у молодых людей есть свои инициативы, есть свои проекты, которые они считают важными реализовать на территории Красноярского края, будь это какая-то тоже линейка собственного бренда и так далее, будь это какой-то важный социальный проект, обязательно нужно приходить в молодежное правительство, обязательно он найдет поддержку своего проекта. И все рассказывать, и говорить о том, что я молодой, и я готов, я приспекин. Хотелось бы немножко про одежду поговорить. Вот меня тоже одежда интересует. То есть, как говорят, встречает по одежке. Получается, ну вот даже посмотреть на куртку, это когда надевать? Что? Как быть-то? Ну ты же не придешь на заседание, да? Это что-то, это выездка куда-то на природу. Вероника, а для чего предназначена вот эта яркая куртка? Вообще, эта коллекция была разработана к Красноярскому экономическому форуму, и она была разработана для выездных мероприятий. Ну, на мне сейчас видимые карманы вроде два. Может быть, еще есть внутренний, не проверял. Обязательно внутренний. Документы туда можно на полосу. И еще один под ручку обязательно. Ну, хорошо, а вот можно, я опять же обратил внимание, свитшот прям круто. Я бы вот такой хотел бы. Свитшот. Свитшот. Кофта, перевожу, как вы говорили. На спине что-то написано? Ничего на спине не написано. Удобный он, комфортно в нем. Так, ну вот сразу я обратил внимание, и там я мельком так сказал, что похоже на форму проводника. Ну, в хорошем смысле. Нет, это пионерские. Я белой джазочки сейчас. Но я понимаю, что там что-то на спине написано. Покажите нам, пожалуйста. Красноярскому региону. Есть, есть, круто. Это все будут выдавать вам теперь, да, кто работает в молодежном правительстве? Ну, за хорошую работу. То есть можно вас поздравить, вы работаете хорошо. За одежду. Спасибо, что пришли этим утром к нам, за то, что показали такую крутую коллекцию одежды. Может быть, кто-то себе уже скопирует. В гостях у нас были сегодня представители молодежного правительства, дублеров Красноярского края. Это Роман Пословин, председатель молодежного правительства. Вероника Шмидт, исполняющая обязанности руководителя аппарата молодежного правительства. Денис Федотов, руководитель комитета по социальной политике. Евгений Гаврилов, помощник руководителя комитета по культуре молодежного правительства дублеров Края. Спасибо вам огромное. Спасибо. В завершении один вопрос. Мы могли бы в таком виде тоже поприсутствовать в молодежном правительстве? Да, как наш. Не взирая на возраст, я про одежду. Там тут, да, 30 лет. Я думаю, что да. Да, все без проблем. Все, мы тоже будем решать проблемы нашего региона. Спасибо большое, успехов. Даже прически у вас хорошие. Вот красивые, интересные, молодые политики.